Зеленский о смерти Пригожина, неконтролируемые, вагнеровцы, могут стать вызовом для всех. Неконтролируемые, вагнеровцы, могут быть угрозой для других стран. Вероятно вопрос о наемниках станет общим вызовом. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию с премьер-министром Норвегии Йонасом Гарастери, меня уже второй раз за день о нем спрашивают. «Такое ощущение, что я на похоронах у него нахожусь. Нам столько смертей принесло правительство РФ, включая Пригожина. Ничего хорошего об этих людях я сказать не могу, говорю вам откровенно», заявил президент добавив, что для российских военных преступников, кроме суда Гааги и Божьего суда, есть альтернатива в лице диктатора Владимира Путина. В то же время Зеленский отметил, что сейчас надо думать о 20 тысячах наемников, Вагнера, которые после смерти Пригожина остались без контроля и могут быть угрозой для других стран. Для Украины, для Беларуси, для Польши, а может для России, никто не знает. Я думаю, что это будет общий вызов», отметил президент. Авария самолета Пригожина. Вчера, 23 августа, в авиакатастрофу на территории Тверской области Российской Федерации попал самолет Евгения Пригожина. В результате этого погибли 10 человек и, как утверждала Росавиация, лично главарь, Вагнера. В то же время официально смерть главаря, наемников, не подтвердили. По словам экспертов, вероятно, к ликвидации Пригожина причастный диктатор Владимир Путин или же министр обороны России Сергей Шойгу и глава генштаба Валерий Герасимов. Каждая из сторон имела личные мотивы о которых можно прочитать в материале РБК «Украина». Также напомним, что после неудачного мятежа Пригожина в России, часть его наемников была переброшена в Беларусь. Вследствие этого ряд стран не исключал риск того, что «вагнеровцы» могут прибегнуть к провокациям на границе стран НАТО. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК «Украина» в Телеграм.